Расширение кооперационных связей с индийскими партнерами в сфере металлургии, тяжелого машиностроения, горной промышленности, фармацевтики, а также укрепление гуманитарного сотрудничества планирует обсудить губернатор Евгений Куйвышев в ходе официального визита в Индию, который начался 10 марта. В рамках официального визита в страну, ставшую соорганизатором международной промышленной выставки Иннопром-2016, планируется встреча губернатора с руководством республики. Также запланирован ряд переговоров с министрами, проведение биржеконтактов, презентация инвестиционного потенциала Свердловской области и другие мероприятия. Как пояснил министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев, Индия является одним из стратегических партнеров Среднего Урала. По итогам прошлого года эта страна заняла 12 место среди 143 внешнеэкономических партнеров Свердловской области. Для обсуждения перспектив сотрудничества с республикой в состав делегации вошли представители крупнейших промышленных предприятий, индустриальных и технопарков, инжиниринговых компаний, которые готовы предложить индийским партнерам самые передовые технические решения в области горного дела, железнодорожного машиностроения. Также в состав делегации вошли ректоры крупнейших вузов и учреждений культуры. Его важность обусловлена интересами, традиционными интересами предприятий нашего региона, образовательных учреждений, культурных учреждений, спортивных организаций, усилению кооперации с республикой Индия. Мы надеемся, что этот визит, который состоится в преддверии генерального партнерства республики Индия с Российской Федерации на пространстве выставки Иннопром, главной российской промышленной выставки Иннопром, которая состоится в июле, даст определенный толчок развитию двусторонней кооперации, в том числе на межрегиональном уровне. Инициативы, с которыми выступают предприятия Свердловской области, носят не только региональный характер. Это крупное, значимое предложение по производственной кооперации и поставкам товаров. Так, в состав делегации Среднего Урала вошли представители предприятий, задействованных в реализации национальных проектов Индии, в частности, строительстве атомной электростанции. Например, Урал Химмаш имеет успешный опыт участия в государственных тендерах по проектам в области энергетики. Делегация Среднего Урала везет новое предложение по укреплению позиций уральских товаропроизводителей в этой сфере. Всем известно, что Свердловская область сегодня занимает лидирующие позиции в области производства тепловозов, в целом тягового состава и подвижного состава. В связи с масштабными процессами по модернизации железнодорожной сети в Республике Индия, которая сопровождается также и крупными закупками техники, тягового состава, представители Свердловской промышленности также выразят свою заинтересованность в виде конкретных коммерческих предложений для Министерства путей сообщения Индии по поставкам электровозов, путевых машин. Свои предложения с индийскими партнерами готовы обсудить и представители биомедицинского сектора. Как известно, Индия славится своими техническими решениями и ноу-хау в области фармацевтики. Свердловские производители предложат свои экспортные возможности и обсудят конкретные предложения по локализации производств индийских фармацевтических компаний на площадках Среднего Урала. Кроме того, в рамках визита в Индию делегация Свердловской области планирует посетить Всемирный фестиваль культур, который соберет на одной площадке около 3,5 миллионов человек. По словам Андрея Соболева, аналога в этом фестивале в мире нет, поэтому особо значимо, что представлять российскую культуру выпала честь Уральскому народному хору. Уральцам также представится возможность познакомиться с культурой Индии во время мероприятий, которые станут частью Иннопрома-2016 и посетить которые появляется неоценимая возможность жителям таких небольших муниципалитетов, как наш Артемовский городской округ. Не секрет, что определенная оторванность от крупных культурных событий, преимущественно проходящих в Москве и Санкт-Петербурге, негативно влияет на общее развитие молодежи и ее попытки самореализоваться в творчестве и искусстве. К счастью, в Свердловской области все больше внимания уделяется к привлечению и организации в нашем регионе, не только традиционно связанных с промышленностью мероприятий, но и разного рода культурных. И тем интереснее, что участие в них принимают гости из других стран, носители иных традиций и творческих взглядов. Артемовцам, для которых понятие культуры и искусства – не пустой звук, важно не пропустить подобное событие и поделиться впечатлениями и идеями, которые они там получат со своими земляками.